Всем привет, друзья! Это озвучка веб-комикса Ван Панчмана, в которой атомный самурай решил проверить, на что способен самый сильный герой Кинг. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, это поможет продвижению канала. А также подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Что ж, приятного просмотра. Ну а с вами, как всегда, Аниманго, и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Город М. Сколько бы мы не пытались звонить в домофон, его не было дома. Вот как. Я хотел проверить пределы моих навыков меча, но похоже, что мы зря потратили время. Скорее всего, он вышел сразиться с монстрами. Вернемся попозже. Есть! Раз уж мы уже здесь. Пойдем поедим суши. Ура! Прошло столько времени с тех пор, как я в последний раз ел суши. Хватит плясать, это постыдно. Дешевые конвейерные суши. А, что-то не нравится? Эээ, нет. О, это лосось. Я возьму. О, кто-то ее забрал. Это же то самое гунканмаки. Я попробую. А, забрали. Мастер, приближается Отора. Приберегите для меня Отора. Так точно. Мастер, он гражданский. Не стоит. Не думал, что найду тебя здесь, господин сильнейший в мире. Я прошел весь этот путь, чтобы встретиться с тобой. Я хотел бы, чтобы ты уделил мне минуточку своего времени. Ого. Механизм Кинга уже зарокотал. Значит, он готов к битве. Тогда выйдем наружу. Или ты желаешь сразиться прямо здесь? Кинг, действительно ли ты так силен? А, я никогда не видел, как ты сражаешься. Вот почему. Ты пришел увидеться со мной? Постой. Черт, я попряхнулся от неожиданности. Господин Кинг, не может быть. Это слишком безрассудно. Да вы шутите. Недооценить мастера равносильно смерти. Слухи о твоем бесстрашии не врали. Против моего меча. По-твоему, этих палочек достаточно? Еще как. Знаю, что недостаточно. Ясно? Не нравится мне, что случилось с этим яблоком. Повторяю. Выйдем наружу. Мастер атомный сегодня очень напористый. Ха, он планирует провоцировать Кинга. Пока тот не покажет свою истинную силу. А теперь, Кинг, чтобы измерить твои навыки, пропустим бессмысленную болтовню и поспешим. Думай обо мне, как о монстре. И нападай. О, чего он такой настойчивый? Не нравятся мне такие? Поверить не могу. Он ничего обо мне не знает. Но объявился и сомнений мне свои предъявляет. Ну, действительно ли я силен? Нет, я слаб. Мне хочется закричать. Мне очень жаль. О, он достает свою катану. Как кто-нибудь, спасите меня. Он полностью открыт. Нет, стоп. Он вовсе не открыт. Вот как. Выглядит так, будто он полностью открыт. Но... Ты что, не видишь? Это только кажется, будто он открыт. Приглядись внимательнее. Все его тело едва заметно сотрясается. Под кожей у него сплошь скопление жажды крови. Это ловушка. Слои за слоями отвлекающих маневров. Как устрашающе. Неосторожное нападение сулит только ожесточенную контратаку. Зная это, мастер атомный не может двинуться. Не нравится мне стоять и ждать, пока кто первый двинется. Скучно. Как ты управишься с этим, сильнейший человек? Защищайся. Остановимся на этом. Атомный самурай. Ты что, забыл, что сегодня вторник? О, похоже, что твой ученик понимает, о чем я говорю. Не похоже, что мне нужно продолжать. Так оно и есть. Если все еще хочешь продолжить, сразимся в другой раз. Стой! О чем ты говоришь? Атмосфера состоит на восемь десятых из азота, на две десятые из кислорода. Также она содержит углекислый газ, метан, гелий, кальций, литерон, полдот и много чего еще. Но немногие знают, что она также содержит крохотную долю Энга Ватсона. Когда он реагирует с Банелизаном, он становится причиной органического феномена Жозе. И в последний четверг было полнолуние. Что значит, что сегодня примерно в полдень он будет вдвое приземлен. Среди особо чувствительных уже есть люди, которые это осознали. Ох, началось. Я ничего из этого не понял. Вы ведь хотя бы слышали о реакции Далзина Бринга? Нет. Неважно. Короче говоря, если мы продолжим бой, трагедия неминуема. Сразимся в другой раз. Нет, стой. Я не закончил. Я говорю, что не хочу никаких необдуманных потерь. Учитывая, что сейчас творится с миром, разве нет более важных вещей, которыми нам следует заняться? Ведь в конце концов мы с тобой... Мы герои. Стой. Я так и знал, мне отсюда не свалить. Сознаюсь во всем. И быть может, они меня отпустят. Может, побьют меня. Но пусть уже лучше побьют, чем на куски порежут. Эм... Нет, все в порядке. Все как ты говоришь, Кинг. Я ошибался. Ого. Но я хотел бы попросить всего лишь одну вещь перед тем, как ты уйдешь. Вот яблоко. Я принес его из ресторана, в котором мы сидели. Попробуй разрезать это яблоко. Но я с мечом обращаться не умею. Неважно. Видишь ли, у меня есть необычная способность. Это как гадание на ладони. Когда я вижу, как кто-нибудь что-то режет, я понимаю, как этот человек прожил свою жизнь. Я принял эту троицу в качестве своих учеников благодаря этому методу. Мне интересно, как мужчина вроде тебя разрежет это яблоко. Пожалуйста, разрежу это яблоко. Это все, чего я прошу. Он начал двигаться. Прошло две минуты. Прошло две минуты 15 секунд. Две минуты 40 секунд. Он отложил меч в сторону. Почему? Я не смог вынуть катану из ножен. У меня только от одного сидения в этой позе уже начала рука болеть. Из-за их пристальных взглядов я так перенервничал, что едва держался. Если я попытаюсь блефовать и дальше, меня моментально раскроют. Я сделал все, что мог. Все окончено. Он уж точно мне в спину пялится. Мне страшно даже обернуться. Попробую просто взять и уйти. Он ушел так и ничего не сделав? Мастер Атомный, что это значит? Я не смог увидеть технику его меча. Нет. Я не смог увидеть вообще никакого движения. Это яблоко. Оно даже не заметило, что его разрезали. Разрезанные части идеальным образом соединились друг с другом. Избегать жизненно важных органов и артерий при помощи клинка, такое и мне под силу. Но я никогда даже не слышал о божественной технике проходить через промежутки между клетками. Если бы я продемонстрировал атаку, превосходящий атомный разрез, я бы тоже не проронил ни слова. Словно разрезая наши сомнения напополам, он величественно придерживался надлежащих манер. С мечом оборшаться не имею. Да что же ты за чудовище такое? Ха-ха-ха-ха-ха. Давно я не испытывал подобный позор. Сейчас не время испытывать других. Похоже, я и сам желтородый юнец. Бусидрель. Акамаяти. Яйрон. Я намереваюсь начать свою тренировку с чистого листа. Впереди может быть суровый путь, не ведающий конца. Последуете ли вы за мной? Есть! Они не погнались за мной. Куплю лекарства от боли в животе и пойду домой. Вот мой. 독и. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok